всем доброго дня давайте проверим связь чтобы я уже была уверена что всем все слышно видно не тихо не холодно не жарко так слышно видно отлично давайте еще кого-нибудь подождем всем ли всех ли все здорово наверное все здорово мы можем начинать все связь есть доброго всем дня очень рада всех видеть холодно да холодно немного но я сегодня еще не выходила у меня вроде бы нет не так сильно замечательно все связь есть хорошо здорово что вы сегодня к нам пришли нас уже 59 человек всех вместе и мы сегодня говорим о том как организовывать занятия онлайн да именно с группой вот сегодня буду говорить больше наверное о методической составляющей так как она такая довольно сложная тем более что делать с учениками онлайн мы вели как детей так и взрослых так учителей в том числе кого-то жарко ну вот буду говорить об общем методических принципах наверное которые вы сможете везде применить но об инструментах не буду сегодня сказали не надо если сильно нужно тогда напишите мне и мы что-нибудь подумаем организуем хорошо представлюсь возможно видите меня впервые меня зовут марина павлуненко я являюсь тренером на сертификат tisol в компании intisol worldwide также являлась довольно долгое время руководителем методического департамента sky and sky teach работаем онлайн уже 8 8 лет наверное или 9 поэтому ну надеюсь я вам что-нибудь интересное расскажу до опыт работы ну так большой из 99 года думаю и будет чем поделиться и вы со мной в том числе поделитесь хорошо так что мы сегодня будем делать вы не убирайте пожалуйста клавиатуру далеко мне будет приятно если вы будете мне что-то писать таким образом я вас буду ощущать противном случае я вижу исключительно свой монитор и свою трансляцию и все но мне уже приятно что сегодня не стрим без задержки вы мне можете сразу реагировать как хорошо так о чем мы сегодня будем говорить это о том как работать в классе ну принципе я не знаю что онлайн они конечно практически одинаковые только инструменты отличаются но посмотрим на что обратить внимание думаю что вам везде пригодится напишите пожалуйста пока где вы работаете откуда вы вы с классами работаете с мини группами или с индивидуальными студентами в основном какие вопросы у вас встают ну вот вы пришли на вебинар по группе онлайн что вас волнует отвечу мне интересно отвечу ли я сегодня на ваши вопросы или нет вот еще о чем говорим о мотивации учеников о дисциплине как ни странно это важно именно с детьми на то что взрослые как так себя не ведут я вижу все ответы не буду их прям зачитывать зачитывать все в госшколе со всеми до работаем понятно с группой но если с группы хотите попробовать вам нужны будут инструменты именно или вебинар по инструментам в конце если я успею я вам дам типы заданий если не дам просто покажу их списком многие из них вы наверное знаете и и кому необходимо будет потом но можно либо распечатка какой-то прислать что это такое я имею ввиду либо можно будет видео какое-то вам записать посмотрите хорошо я поняла репетитор языковые центры да но я думаю что в любом случае вам будет данная информация это полезно единственное что мы с вами наверное пробежимся по скажем по верхам тема обширная очень большая вы же понимаете классом менеджментом и все-все-все методика и вы поймете где вы ну что вы уже делаете применяете свои практики вам не нужно ничего менять а где нужно может быть что-то еще почитать или что хотите узнать я могу подсказать куда пойти и где найти хотя бы так да так я исходила из чего из того что мне больше всего спрашивали ну какие вопросы преподаватели задавали они выглядят вот таким образом вы их видите это как работать с разными типами и уровнями ну как обычно да не хотят выполнять упражнения дети что еще как работать с дисциплины и так далее вопросов может быть очень много и абсолютно наверное даже не важно какие они как ни странно да все они сводятся к основным темам их больше на сегодня мы успеем с вами поговорить наверное только об этих это как я сказала по верхам это стиле обучение это разные уровни подготовки мотивация дисциплины и правила вот еще можно туда же говорить о том как составлять линерс профайл класс профайл это ну кажется какие-то формализованные вещи но тем не менее вы когда будете в практике вы поймете что оказывается да это работает это не теоретический материал и ну скажем активизация работы еще я бы добавила сюда тем но мы тоже сегодня не не успеем да так давайте все согласны уже побежим потому что времени не очень много у нас еще нужно будет ответить на ваш вопрос ура мы начнем с ассо типов учеников да естественно с со стиля обучения хорошо ученики вы знаете не мне вам рассказывать отличается по многим параметрам да по возрасту по полу по национальности по культурному ну скажем наследию там багажу и так далее сейчас тем более национальности у нас абсолютно везде разные знаете общему развитию логического мышления социальной развитости не знаю лингвистической грамотности скорости реакции темпераметр ну в общем много всяких разных вещей как можно вот этот букет вот получается он огромен да если вы работаете с индивидуалом то у вас букет один а если у вас целый класс или даже мини-группа ним же нужен ко всем индивидуальный подход то ну представляете сколько у вас неповторимых сочетаний и вам со всем этим нужно работать как создать благоприятную среду для сразу для всех есть у вас идеи для всех таких разных все очень просто желательно создать такую атмосферу и вообще построить весь свой процесс таким образом чтобы ваши методы и технологии и то как вы раскладываете программу до методически раскладывать подходило ну хотя бы 90 процентов учащихся учащихся остальные 10 конечно же потребует какой-то коррекционной работы но без этого наверное никуда не деться вот я остановлюсь на одной из классификаций так называемой стиле обучения или learning preferences как это сейчас называют да вот так как они напрямую связаны с активностями на уроке знаете что такое стиле обучения learning preferences если знаете напишите немного хорошо но это давайте так определимся это то как человек лучше усваивает информацию да с наименьшими усилиями понятно что все мы как-то усваиваем но с наименьшими усилиями и наиболее эффективно разные ученые предлагали разные вариации этих наборов в свое каждый в свое время скажем да включая колба флеминга можете почитать его моделью варк помните да visual auditory read writing kinesthetic вот в настоящее время она немножко разрослась и выделяют два типа это perceptual learning styles как на картинке видно если видно плс и social learning styles это слс да перцептивные стили и социальные на картинке опять же вы все видите наверное вот визуально аудиально вербальный кинстатические и логически социально уединенный вот вариации могут быть разные я на это остановилась просто мы не говорим что ученик жестко принадлежит к одному какому-то стилю и все никогда это не поменяется ни при каких условиях естественно разные студенты в разных ситуациях на разных ступенях своего развития в разные периоды обучения используют разные вот эти стили если мы их назовем и элементы стилей либо их комбинации а вот например исследование ричарда если исследование рейда показывает что чем выше уровень языка тем больше студенты используют аудиоканал вы наверное тоже у себя замечали что маленькие то у нас любят картинки различные даже не то что маленькие а те кто находится в начале обучения им большая визуализация нужна какие-то схемы а уже старшие классы они очень много и интенсивно воспринимают на слух до замечали вот давайте на них посмотрим я думаю что многие знают я наверное быстро просто пробегусь на визуальный стиль сюда относятся люди предпочитающие использовать в процессе обучения вот то что вы видите картинки слайды все что они видят да и что интересно как правило они сидят на первых рядах как вы думаете почему пока пишите оттуда лучше видно да действительно так чтобы лучше тебя видеть действительно они лучше видят учителя во первых материалы все которые он дает но еще такой интересный момент в исследованиях был не только это они не могут то есть если они сидят на задних рядах то они видят всех остальных и отвлекаются понимаете а когда они сидят на первых то остальную информацию они просто не получают лишнюю чтобы мы их лучше видели но визуалом как бы все равно видим мы их или нет вот а то что они видят лучше и больше поглощает этой информации это факт и то что у них дистракторов нет во время обучения это тоже удивительно но факт что они делают они у нас записывают думаю тоже все в картинках в схемах в слайдах в плакатах и так далее даже если вы написали просто тему на доске не озвучили но казалось бы что такого то там подумаешь тему на доске но для них это уже является триггером они за него цепляются это для них но если вы помните я себя помню как я запоминала там буквально первое слово или первую строку где-то учебники вызывали на расположение и уже могла вспомнить информация информацию вот здесь для них важно использовать определенные цвета для ключевых обозначений да и быть постоянными в использовании этих цветов допустим когда вы работаете с лексикой вы помните наверное методические принципы вы слова пишите одним цветом выделяете произношение другим цветом да ну какие-то нюансы произношения форму слова третьем и примеры четвертым ударение пятым вот это все для них важно дальше аудиальный люди которые делают упор на слуховые ощущения я вот постепенно тоже стала аудиалом как ни странно при онлайн работе они используют ритм музыку слушают записи составляют стишки ну вот все что угодно все что и и кстати проговаривают я например когда читаю книгу и проговариваю мне так даже бывает но важные моменты лучше понимание приходит так вот они усваивают информацию через устные лекции какие-то дискуссии это тоже дату даже и для них важны ваши интонации произношение скорость и какие-то фонологические особенности вашей речи которые могут любить или сильно не любить поэтому доработайте над своим произношением также возможно да им понравится тоже читать тексты вслух записывать ваш урок и потом прослушивать еще раз для них это прям важно подкасты слушать и им нужно озвучивать инструкции задания правила включать в обучение естественно аудиоматериалы что мы всегда и делаем аутентичную речь то есть они должны копировать оттуда комбинировать конечно нужно я и говорю что не бывает одного типа лучше чтобы у вас было задействовано все вот если вы проанализируете свой урок вы увидите ну вот если вы проставите сделайте такое сложное задание в плане урока где вы пишете проставьте вот около каждого упражнения на какой тип у вас рассчитан тот или иной материал что вы будете делать для ну может быть не для всех сразу естественно да но для определенных типов чтобы он был не один вот в течение урока а потом посмотрите эту колонку что у вас за урок получилось вы можете удивиться что оказывается вы используете либо там один канал либо два и больше ничего посмотрите это интересный эксперимент я делала по другим вещам но я думаю что здесь тоже можно сделать даже я удивлялся как правило получается что что я люблю какой-то один канал ну там два три канала и я их постоянно кручу то есть мне кажется что это правильно остальные остаются незадействованы и ну удивительно опять же еще одно открытие сделайте когда вы задействуете другие как которые казалось бы такие какие-то вам чужды но заработает с учениками да и ну как то для вас это будет новостью что-то такое чего не делал раньше да и чего не ожидал наверное следующий тип это вербальный это люди относящиеся это люди которые используют словесные приемы в письменной и устной речи так например они делают конспекты проговаривают информацию вслух предпочитают детальное объяснение физической демонстрации вот я это поняла давно-давно и танцами просто занималась для меня всегда было непонятно я по типу если мы берем физической активности я обезьяна то есть я люблю как-то копировать смотрю и копирую до слушаю и копирую оказывается есть люди которым надо объяснить как нужно поставить условно ногу там носочек и сустав чтобы получилось вот так я думаю зачем же это объяснять то вот оказывается такие люди которым нужно детально вербально именно объяснить и только так они могут воспринять информацию вот они любят дискутировать задавать вопросы ну и кстати любят учить других в том числе можете это использовать в парной работе так киноэстетические это у нас ну тоже все знаете это люди которые действуют учатся действуя рисуют схемы используют какие-то окружающие объекты участвуют в ролевых играх очень активно они скорее всего у вас будут гиперактивны если мы детей берем тут прям очень сильно видно легко отвлекаются отвлекают все всех остальных вокруг тоже надо всех подергать под стул залезть ноги задрать и так далее вот они будут всегда у вас инициаторами отвлечений не потому что они такие плохие ужасные дети потому что они киноэстетики в это все ими просто нужны управлять соответственно для них важно найти баланс баланс спокойствие концентрации их нужно постепенно вовлекать в этот процесс потому что они потом не могут внимательно ничего писать к сожалению и учить вот небольшой усидчивости может быть маленькими периодами и активности естественно чтобы их чтобы они не взорвались от того что они сидят постоянно задействуйте элементы tpr если знаете total physical response песни драматизации прям пусть кричат поют это прекрасно неважно что шумно на уроке это да хорошо знаете хорошо я тоже знаю да передвигайтесь по классу различные mingle activities применяйте find someone who вот все что угодно там найти кого-то нарисовать тут же записать информацию и так далее да это при работе с детками у взрослых такое меньше но все равно проявляется следующий тип это логически и мы относим но отнесемся до тех кто из предпочитает использовать какие-то логические приемы для уяснения информации мы в принципе все их используем вы понимаете до таблички вот они они любят понимать зачем эта информация им всем важно но некоторые об этом не задумывается они лучше видят в перспективе здесь нужно пояснять им зачем почему мы это делаем причинно-следственные связи систематизацию какую-то да включайте там не знаю этапы например сбора информации статистика кто больше всех кто раньше всех не знаю стоит утром и так далее собирайте информацию в таблице анализируете всем классом в категории там раскидывать вот это им очень нравится но я думаю что такие типы упражнений у нас уже включены всегда в сами уроки следующий тип также социальный вам ну то есть вас некоторые типы могут вызывать отторжение я например не люблю ну то есть я не социальщик не очень сильный социальщик поэтому мне не всегда понятно как можно любить там взаимодействовать сильно с большим количеством людей а эти люди как раз любят нет звука скажите есть ли звук есть окей все все дети в основном любят это даже самые замкнутые они концентрируются на взаимодействии с другими в процессе обучения и только так вот при взаимодействии они обучаются поэтому вносите понятно работу в парах в мини-группах там передвижения какие-то это полезно видите нескольким типом сразу учеников так пробуйте также взаимную работу взаимную найти peer assessment есть такое понятие взаимная оценка работ когда они друг другу дают ну и саму оценку и фидбэк и учатся его давать вообще правильно да не так что уходит кошмар чудо написал все неправильно ты и так далее вот учатся взаимодействия друг с другом учатся общаться учатся не обижать друг друга там коллаборацию делать и так далее мы всегда я все всегда намешиваю так одну кастрюлю потому что ну а как вы вы не можете угадать в какой момент ученик будет каким типом да и организуйте еще совместные проекты это для социальщиков но для всех важно вот следующий тип это наоборот уединенный и люди этого типа любят учиться самостоятельно вот они как раз таки не любят эти тусовки какие-то там бегать кого-то спрашивают я сейчас сяду сам все все и сделаю да вот они часто занимаются самообучением довольно сильные самоорганизованные люди и они требуют минимальных направляющих от вас скажем посылов то каких что делать вот часто предполагается ошибочно что эти люди молчуны вот но на самом деле посмотрите вот возьмите молчуна дайте ему задание дайте там ему слова роль там нужно что-то сказать и они могут быть очень экстравертированы внутри вот этой задачи но инициировать общение и активность самостоятельно они не будут вот когда вы даете проектную деятельность или какое-то задание в мини-группы проследите распределите между ними роли почему потому что как правило что получается такие уединенные типы они берут всю работу делают а все остальные больше бегают и кричат вокруг пользу от них никакой нужно распределить кто что делает у нас было такое в проекте когда-то в школе когда дали проект на группу сделал все один человек ну и все остальные все вышли и порадовались так дальше вот вы спрашивали про то что надо всех перемешивать да как раз таки надо всех перемешивать и попробуйте потом в активности вносить вот когда вы сделаете анализ своего плана урока из и анализ своих активностей попробуйте внести ну какие-то твисты какие-то изменения да если все-таки высказывается да то обычно много важного привносит согласна но примеры вот у вас есть механическое упражнение грамматическое и вот они вы должны просто сделать там что-то вставить не знаю там форму правильную и все в в общем-то да они его делают самостоятельно попробуйте добавить что-нибудь например последующее обсуждение ответов на какие-то вопросы или коммуникативную направленность например там сказано там кетя не знаю любят skateboarding и пусть они скажут выберут предложение которые true for you ну то есть они выберут то что их касается непосредственно и это можно вывести в обсуждение дальше да таким образом вы задействуете разные стили не только написали упражнения закрыли и ушли и забыли все что мы там написали мать и вам же важно чтобы они вывели это в речь вот или что еще можно сделать презентацию вот этих ответов они собрали когда поговорили друг с другом вышли и презентовали свою группу или свое исследование там кто больше всего любит скейтбординг то лучше всего катается у кого дольше всего скейт но все что угодно да или вместо простого обсуждения например или цитату мы можем использовать метод квл знаете да кей дабыл ю эл так что это у меня за слайд такой сделали непонятно ссори вот кей дабыл ю эл это знаю хоть не знаете но у антина и лерни три колоночки делаете здесь мне картинки не такие поставили ссори три колонки делаете и какую-то тему задаете да то есть то что они знают они пишут в первую колонку ну или собирается первую колонку кратко второе вопросы которые они на которые хотят получить ответы и третье третью колонку вы заполняете потом когда вы работаете с текстом либо еще с чем-то либо с упражнением они заполняют что они узнали да таким образом вы меняете совершенно тип активности там уже задействуется больше стиле а вот дальше это что касается стилей идем дальше бежим дальше это разные уровни языковой подготовки как правило если вы даже если вы ведете урок в одном классе с детьми одного возраста и одной программы вот поделитесь со мной в чате у меня ни разу не было чтобы были все одинаковые ни разу у них абсолютно разные уровни восприятия так далее ну там разные причины там пол темперамент уровень подготовленности активность концентрации развитие мышления сейчас они разительно дети отличаются очень сильно до разные и если вы ведете группы взрослых дата там уровни могут отличаться изначально то что они к вам приходят неизвестно с каким багажом как правило вот и темп работы мог быть может быть ура у взрослых как раз разный да это приводит к большому контрасту вообще в знаниях и в том как надо работать и в любом случае если вы работаете с группой с классом ну вы никуда от этого не денетесь понимаете игнорировать это глупо вот это сказывается на результате разноуровневость это как вы подаете раскладывать материал нужно понимать что если тема слишком сложная для студентов то они у вас мотивацию теряют до интерес к занятиям теряют потому что они уже потом не понимают а это все наслаивается они там дальше не понимают а глупым выглядит совсем никому никогда не интересно если что запомните если материал слишком легкий что происходит удивительно точно такая же реакция потому что они нет ну как бы у них не не происходит инпута никакого и они начинают скучать отвлекаться там лазить под столом вообще вас не слышат уже и всех остальных еще дергают если вы помните да вот или еще может быть так что они доминируют и не дают вообще слова слабо ну слабо не условно называют а тем у кого меньше или медленнее реакции но все что угодно до дифференцированный подход обязательно нужен поэтому уже поговорили так вот при работе с разноуровневой группы я даже сказал с любой группой можно прибегать к следующим приемам первое это по разному группе у вас написано на слайде группировать студентов и чередовать виды работы в группах ставить ученикам разные цели в зависимости от уровня или адаптировать задание учебника да пытается собрать конечно пытается вот поэтому нам нужно руководить дирижировать вперед предваряя вот эти проблемы да иначе они вас затянут давайте рассмотрим подробнее это вот интересно да этот шикарно красивый слайд у нас значит работа в группах что имеется ввиду это один из способов решения данной проблемы когда вы можете распределять работы там индивидуально в группах в парах пары вот эти или группы давайте не буду повторяться каждый раз в общем понятно мини такие секции вы можете формировать разными способами либо например сильный 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 плюс сильный либо слабый плюс слабый либо сильный плюс слабый вот сейчас подумайте в каких вариантах что необходимо от чего нам отталкиваться я пока вам расскажу да если сильный полюбит учить сам да объясняет сильный плюс слабый что при каких чтобы не было так что работает один плюс сида один сильный да 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 сильный плюс слабый хорошо работает слабый отдыхает до слабый отдыхает это они даже любят чтобы сильный тянул вперед давайте вот на как чуть шире да глянем все ваши формы которые вы предложили абсолютно верны до слабый подтягивать все будет зависеть от типа задания до от типа задания например в заданиях на контролируемую практику надеюсь все знают что такое рекомендуется группировать слабых сильными поскольку как вы правильно сказали один будет другого поддерживать вытягивать объяснять еще раз ему это тоже полезно и так далее с правилом может помочь и ну в общем все работает на благо если у вас задание на более свободную как называть за свободную практику надо все-таки free practice то будет больше пользы если слабые студенты будут ради работать отдельно от сильных почему вы правильно также заметили вы можете дать им разные задания вот и они ну то есть чтобы не доминировал сильный у всех будет у каждого будет достаточно время у бы у быстрых и у сильных будем их так называть они могут на своем уровне быстро до коммуницировать а слабые соответственно на своем и они будут но не будут себя ущербно чувствовать и все будут успевать и не будет злиться тот кто посильнее что нужно там ждать кого-то и так далее вот например диалоги роллплей если вы делаете там обсуждение на различные темы вот и они смогут как бы чувствовать себя на равных поверьте мне это облегчает и морально задачу и саму задачу нашу образовательную они будут чувствовать и те и другие успешными себя и более комфортно будет дальше при разбивке на группы важно помнить что чем меньше группа тем больше шансов у слабого поучаствовать в дискуссии да если вы на пару бьете то хорошо так что-то пишет чередовать чередовать да конечно зависимости вот от типа упражнений вы чередуете если у вас недостаточно ну если у вас класс большой допустим вы можете в качестве помощников привлекать сильных да они могут мониторить до до выполняю определенную роль или если у вас нечетные количество детей например также могут там слабым что-то объяснять да это приведет к так называемому пирте чин что тоже крайне полезно они учатся друг у друга можно еще придумать так например сильным ученикам выдать чек-лист с лексикой и они должны там либо проверить тех кто кого они слушают либо сами употребить эту лексику почек-листу то есть им задание усложняется дальше что еще можно сделать вот можно работать с разными целями например до пирте чине пирс с мент это шикарная вещь ли онлайн работа в группы тоже конечно подходит если вы используете инструменты сейчас все-таки заикнуть до зум например там я все время где люди тишек можете потом на моих сетях посмотреть я ролики писала как мы делимся на группы на пары там переходим из комнат туда-сюда вот они там общаются очень оживленно вот поверьте мне не так как вот фронтально они сидят и все кто-то говорит кто-то молчит кто-то говорит его не слышно а в паре они чувствуют себя прекрасно мини-группа ну вот пусть они работают мини-группе на человек так давайте посмотрим разные цели так разные цели что мы с этим делаем то есть мы как преподаватели можем им дать разные цели до внутри задания для более сильных и более слабых например заданиях на письмо попросить учеников написать и разное количество абзацев вариант вариант кому-то посложнее я вот например схемы разбиваю говорю там на ступени вот мы сейчас будем учиться письмо писать и тоже могу если нужно потом раздаткой поделиться вот уровень 1 те кто считает себя ну то есть уровень 1 делают все да там пишем вот это вот это вот это уровень 2 кто чувствует что ему легко ему он он может добавить например линкеры до and bat и так далее начальные классы всем 3 классами вот мы вот тот идет на этот уровень 3 уровень тот кто еще добавить то что я не люблю делать например да или мой друг не любит четвертый уровень когда рассказываем еще про кого-то там и кроме себя вот и таким образом я им градуирую цели они конечно все хотят на четвертый уровень потому что это же джедаи но тем кому очень сложно или хотя бы вот они ощущают что они идут по этапам вот это уже тоже помогает цели вот можно градуировать разное количество второй способ это запомнить разное количество новых слов и там при изучении например новой лексики дальше разный проходной балл может быть при выполнении теста в конце темы но несмотря на то что это может там где-то казаться несправедливым но вы смотрите если дети понимают что одному поступать в языковой вуз а второму лишь бы закончить и он пойдет на физмат зачем ему ну как бы эта оценка и они не будут обижаться если у вас команда образования нормально то можно и так радуировать дальше можно еще позволить выбрать способ повествования по теме урока например письменный или устный да вот так дальше идем разные цели и адаптации заданий к упражнениями но вы знаете прекрасно фразу до кроида task но до текст суть приема в том что для разных уровней ну то есть текст мы берем один он не может быть разный но можем градуировать задание сами по себе я например делала так что один двое например сильных читает весь текст один кто-то читает там какой-то параграф это по объему да или например speaking вы можете регулировать уровень поддержки путем добавления или убирания как иллюминации шаблонов до ответов например составьте предложение слов так далее для слабых студентов сильным студентам можете вообще ничего не давать никаких опор они сами должны все найти сделать и применить предположим задание на writing например тоже варьируем объем конечного продукта на написание до использование или не использование образца письма как я уже говорил написать разное количество абзацев там какую-то опору дать слабым начальные фразы функциональный язык и так далее на receptive skills что это может быть ну предлагайте уже сами вы уже поняли идею да в идеале можно подготовить разные списки вопросов к тому или иному тексту письменному или устному какой хотите если у вас времени на это нет то можно дать более слабым ученикам просто сказать что вам вопроса 1 2 3 и вы смотрите например 1 2 3 это фактически а уже более глубинные на размышлении и на более сложной информации они например там 8 9 10 вот сильным дать все вопросы естественно да еще плюс дополнительное задание к тексту найдите еще что-нибудь еще один способ это джигсо риди когда они делятся на группы вы им раздаете текст для прочтения но не весь а по кусочкам но это вы тоже знаете да и затем они дают друг другу вопросы по этим кусочкам текстов и рассказывают делятся информацией вот и здесь вы можете что сделать тем кто посильнее раздать кусочек какой который соответственно ну я думаю вы поняли посложнее сложнее вот в итоге что значит мы понимаем что одинакового уровня в группе не будет никогда по разным причинам уровнях но всего я не буду опять перечислять и чтобы сильные у вас не заскучали вы делаете своими помощниками даете им посложнее задания вот а те что послабее вы им оказываете больше поддержки но единственное что смотрите регулируйте что у вас не было так что вы только со слабыми сидите у меня был такая была такая оплошность я убежала к слабым там с ними сидела 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 а сильные там что попало все ровно наделали вы их немножко послушайте чтобы они в ту сторону шли по направлению дальше следующий момент к чему мы переходим это мотивация здесь они могу говорить очень долго там много составляющей составляющих опять же пройдемся но быстро наверное для понимания мотивация все знают что такое да это побуждение к действию да все знают можно не рассказывать вот это стимуляторы какие у нас типы мотивации есть тоже знаете да знаем ура вот есть внешние внутренние она бывает еще положительная отрицательная до обратная мотивация устойчивая неустойчивая вот по внешней мотивации вообще что думаете какая важнее внешние внутренние споров много важны все вот прям соглашусь с вами она внутренние ну многие говорят что внутренние да прям важнее намного все за внутреннюю на хорошо так слайдик есть относительно изучения именно языка гарднер и ламберт выделили два типа мотивации это инструментальная интегративная внутренние не зависит от внешних факторов но не знаю надо посмотреть важен баланс инструментальная мотивация является отражением внешних потребностей целью изучения иностранного языка является не личное желание учащихся необходимости извне например нужно освоить язык с чисто практической точки зрения утилитарной например получить образование получить какой-то инструмент не знаю уехать границу нужно подтвердить этим документом на владение языком вот интегративная это желание необходимость освоить язык на таком уровне чтобы быть способным интегрироваться в общество говорящее на этом языке вот здесь тоже она как бы внешне потому что это нужно обеспечить не только свое существование в новом языковом пространстве да но и достичь определенного социального например статуса положения образования хорошо оплачиваемой работы и так далее нельзя сказать что вот эти вот эта внешняя мотивация она не нужна там или не важна и так далее потому что она как правило как правило первично не всегда на первично без нее потом внутренние не найдется нигде внутренняя мотивация же связана с получением да обе важны с получением удовольствия от самого процесса внимание процесса обучения и возникающей связи с обучением вот этой активности общения не знаю в группе с преподавателем и так далее если произошел переход что очень важно от внешних внутренней то как правило такой студент изучает язык длительно с удовольствием сам да и все его вот и так далее они работают вот ну потому что без перехода но все это недолго до достижения определенной цели потом все это бросается а вот если они процесс сам полюбили с вами именно с вами у меня студенты вывели формулу айма дикте english lessons вот вот это должно быть да только это является драйвером долгосрочного гарантом скажем долгосрочного с вами сотрудничества да вот поэтому наша задача как педагогов специалистов своего предмета который мы очень любим привести студентов к интегративно я бы сказала до мотивации через развитие внутренней ну вот так сложно по мне так нужна вот эта комбинация опять же все сводится к простому правилу уроки нужно делать интересными до вовлекающими там работать с теми кто любит коммуницировать всех увлекать в активную деятельность там чтобы они проявляли способности и чувствовали ситуацию и успеха так сюда ой так значит если у вас если у вас возникают вопросы вот с мотивацией проверьте себя по вот этим пунктам которого сейчас видите их правда много но попробуйте проверить значит что мы видим проверьте себя по интересно ли вас тема материал какая уровень какой уровень сложности тех упражнений и вообще все что вы простраиваете как вы подаете в каком порядке все это какие инструкции вы даете да темп ваш подходит студентам или нет ну то есть по каждому вот из этих пунктов себя нужно посмотреть и свой урок тоже как правило если они не выполняют ну то есть мотивация низко одни как правило не выполняют или не активно выполняют или недостаточно правильно выполняет задание там часто молчат отвлекается то есть вот так вы поймете что что-то не то или не усваивает материал вот каждый вот из этих пунктов абсолютно каждый может положительно или отрицательно влиять на то хотят с вами обучаться или нет вот так времени у нас не очень много давайте наверное буквально одном пункте остановлюсь это темы часто говорят так что ой мне вот тема неинтересно и все я буду сидеть и весь юнит молчать было у вас такое они могут быть неинтересны вообще абсолютно знаете как возрасту этому типу студента этому интересу полу и и так далее вот и вы сами таки да но вам нужно но не вам а ученику донести то что на самом деле тема может быть любая то есть их обязанность скажем внутри языкового процесса говорить на любую тему на экзамене же их не будут спрашивать мне на айл студентки попались про почки и она должна была быстро говорить про почки хотя там не знаю что по-русски сказать честно говоря поэтому любую тему нужно уметь развернуть да и здесь вот сейчас минутку и прелест но опять же вот добавь давайте возьмем с вами да за все зависит от подачи если у вас есть возможность допустим выбирать учебник выбирать темы но это прекрасно но здесь нужно быть аккуратным потому что это должно вписываться в тот план учебный который у вас уже существует а если он совершенно в другую сторону уводит и совершенно другую дает лексику грамматику то как вы потом все это перевяжите внутри самого курса словно да если такой возможности нет я предпочитаю не делать этого сама то есть я иду все-таки по тому материалу который есть на по той тематике хотя бы там могу внедрять что-то дополнительное но кардинально не меняю чтобы не ломать всю структуру из-за одного урока то мы просто используем интересное введение в тему до проблематизацию данной темы придумайте вопросы начальные там найдите точки соприскосновения данной темы с жизнью студентов да или может быть модный приговор да вот моду можно видите вывести в разные направления дайте другое направление то есть направление но смысле тема может быть 1 направление это разные понимаете вот тема одежда можно сказать что там поговорить про моду это один уровень до ваш гардероб обсудить вот шкаф открыть это совсем совершенно другой уровень да можно даже начинающими делать утилизация одежды и мусора до третий топик третье направление шоу вот модный приговор четвертое можете просто элементы одежды обсуждать вот как как угодно любую тему можно вывернуть я помню у нас спорт была самая ненавистная вот девочки не любили но зато они любили обсуждать футболистов которые симпатично бегают по полю ну в общем все что угодно и и те же слова там по полю да мы бегаем поднимая высоко ноги там но все что угодно прыгая всю эту лексику можно будет прокручивать вот так можно даже потом проекты готовить да можно видео и фото из жизни студентов собрать и из него сделать какой-то какой-то проектную работу рассказать и можно даже знаете если тема не неинтересно я всегда люблю говорить почему она не интересно в конце концов а так давайте так давайте так мы не успеем наверное сегодня кое-что обговорить так что касается уровня сложности уровень слов сложности должен быть если вы знаете формулу доступность плюс 1 и как ни странно это тема может здесь мы можем говорить о том как когда слишком легко и о том когда слишком сложно эффект один и тот же поэтому нужно его очень правильно рассчитывать что ли да почему я уже не буду раз на рассказывать всем понятно до сих пор не любит обсуждать спорт ну попробуйте с разных сторон а вот про инструкции я бы затронула тему инструкция прям очень частая проблема если у вас с ними вопрос или ну как вы думаете все и так хорошо ну вот сколько я работала с учителями инструкция беда беда даже у меня бывает что если я не подготовлю их но ну там до урок тоже беда вот не удивляйтесь вот например два примера посмотрите look at the pictures and describe what you do kitty success ролик один есть когда папа показывал на прям как бы на примере что инструкция дети не умеют давать и это важно вот такой пример смотрите видно что на слайде но нет ничего не читать инструкции не умеют учителя не умеют давать инструкции вот первую инструкцию посмотрите на вторую тоже можете сразу и я озвучу наверно да you might probably notice that a particular construction to express the idea to your regret has been used in each of the sentences where the speaker demonstrates that he's far from being happy about the current situation i wonder if you could find the target construction and explain how it's formed and what the peculiarities of the complex sentences are да это правильно если вы задали неправильный если вы услышали неправильный ответ или дети выполнили люди выполняют задание не так значит это проблема не студент не совсем студент даже вторая инструкция они не не верны потому что как работать с инструкциями целый курс у нас есть нужно разбивать нужно упрощать этапы подождите то есть вы сдали один какой-то посыл подождите вот да обязательно поэтапно язык упрощаете не надо всех этих вот сложных конструкций как бы вы их изменили можете написать курс где когда сколько вы мне напишите я вам наверно отвечу сейчас долго у нас и на sky teach они есть вот и и у нас они единовые лично мы писали же их так я вас жду ваших ответов по поводу инструкций фактически их надо первую вторую точнее разбить на этапы и давать выдавать скажем по мере выполнения они сразу всю так дальше то есть инструкциями работайте пожалуйста готовьте их заранее потому что но бывает так что вы помните задание потом начинайте его быстро рассказывать потом запутываетесь потом начинайте то есть вот все что вы скажете это уже такая каша большая в голове так по темпу прохождения скажите пожалуйста динара у нас очень жесткое время час или мы можем задержаться и участники тоже напишите пожалуйста кто точно не может ему надо уходить краткость но тут краткость еще и менеджмент знаете такой серьезное так мы зависим от вас дорогие преподаватели давайте напишет кто не может ну чтоб прям вообще кто-то не сможет так давайте тогда по темпу по темпу давайте такую заметку сделаю вы тоже посмотрите анализируйте всегда свои уроки слушайте вот как со стороны вам не кажется ли вам что там долго что-то там где-то вы задержались не так смотрите на ученика насколько ему темп нужно менять подстраивать нужно выбрать нечто среднее у вас будут всегда быстрые всегда медленные если вы не градуировали задание то может быть можно остановиться на том что они уже сделали и давайте мы будем проверять уже до вместе делать дорабатывать поэтому соблюдайте здесь баланс здесь вам будет наверное виднее вот эта длительность она должна по сути соответствовать удержанию внимания всех категорий максимально то есть и быстрые что они заканчивают и начинают скакать по комнате убегать везде и так далее вот и будут всегда медленные которые никогда ничего поверьте мне не будут успевать там проблема уже в другом наверное в организации самостоятельности у меня например проблема в том что родители делают с гиперопекой много домашнего задания вместе с детьми и из-за этого дети теряют самостоятельность и скорость ну такая неожиданная проблема то есть родители хотят как лучше они говорят ну давай вот мы будем садиться вот это делать там исправляют их делают даже за них иногда а потом дети не могут без их подсказки действовать вообще никак вот я тоже родителям всегда объясняю вот и поэтому ну тут разные причины могут быть выясняйте и там пробуйте что-то давать но постепенно чтобы они не горевали все не плакали что я самый медленный как они называют тормоз вот и другие тоже начинают вот как-нибудь гнобить чтобы этого не было ни в коем случае иначе у вас никакой работы в классе не выйдет все должны дружить и поддерживать друг друга может быть останавливаться там где мы есть то есть закончили все вместе проверяем и следите за динамичностью смены картин тоже важно потому что от этого зависит сама динамика и то как у вас дети будут оставаться в процессе или нет вот но и взрослые в том числе там появляется телефон тут же да и все они же самостоятельные у нас так по поводу методическая организация материала проверьте если у вас введение материала даже если вам кажется что это занимает слишком много времени необоснованно это поможет вам опять же курс по пропланированию урок нужен целый да поможет вам дальнейшие этапы то есть введение материала у вас будет довольно большое крупное но тем не менее таким образом вы сэкономите время потом на всех остальных этапов то есть у вас работа с правилом будет 3 минуты всего лишь да это будет осознанное полностью обучение они так что то что вы навязали они тут бедные пришли вынуждены слушать вас тут понимаете ли время свое тратить вот и на вывод материалов речь естественно у вас тогда останется намного больше времени на продукцию что наверное самое важное но вот по методике опять же эта тема ни одного вебинара ни одного урока так так вот проверяйте начислили обучение мы уже говорили включены ли у вас разные я не говорю что в одном упражнении должны быть все стили так наверное не получится но посмотрите вы увидите интересную закономерность и попробуйте что вот здесь не было вот здесь поставлю а вот следующая активность будет направлена на других людей дальше домашнее задание проверьте правильно ли вы понятно ли вы вообще дали домашнее задание бывает такая вещь то не прописали там потом естественно они побежали все забыли поверьте мне тут же после урока прояснили ли вы показали ли вы что делать дома вот этим листочком или где что брать и говорите медленно что улетает очень быстро до разобрали ли вы на уроке подготовили ли вы вообще детей к домашнему заданию тоже важно потому что потом вам придется каждому 20 раз в чате или голосом повторять все таки как это все выполнять плюс еще родители подключиться и каждому родители еще нужно будет объяснять сэкономите себе время вот это еще зависит знаете от чего как вы вообще проверяете задаете домашнее задание у нас например школе я знаю там где не было деление на группы их было 37 человек за раз и учитель вот так просто пробегала по рядам смотрела вот эти рабочие тетради знаете которые сейчас печатные не сборные распечатаны то есть она их собрать не могла а проверить их как-то надо было конечно вот она бегала по рядам просто ставила не знаю плюсики какие-то но на качестве обучения но мы понимаем что это сильно сказать сказывается а если у вас там шесть человек и вы конечно можете проверить каждого и там не знаю может быть вот я например люблю все автоматизировать что у меня все проверялось самой иначе я сойду с ума кроме письменных работ вот смотрите как вы можете это делать там через сбор тетрадей не знаю через автоматизацию через что через какие инструменты посмотрите подводите ли вы итоги урока тоже очень важно несмотря на то что это короткая часть но без подведения итогов остается какой-то непонятный осадок что что-то делали что сделали непонятно вам нужно показать что вы сегодня делали чего вы достигли но чего ученик достиг в конце урока что он теперь умеет не умеет им надо это показать сами они не пойдут искать как ни странно да и вы показываете как вы шаг за шагом двигаетесь по программе к определенной какой-то опять повторюсь цели и какой весомый результат вы получите после совершения каждого маленького маленького шага это приятно всегда так на протестирование тоже не буду говорить это важно вот и также проанализируйте какие стратегии обучения вы задействуете стратегии и техники об этом мы будем говорить по моему 23 числа также приходите это тоже большая тема там их много много всяких приемов то есть не всегда то что мы даем в классе это вот единственное что должен ученик ученик в себя вобрать да он должен сам быть проактивным и только в этом случае у него прогресс такой довольно весомый если вы сравните кстати учеников которые знают и делают помимо уроков что-то по стратегиям и техникам обучения и те кто не делает у них прям разительная разница и обучение без знания этих стратегий я имею ввиду вас как учитель это вы их должны научить этим стратегиям и техникам и тогда они будут делать и они будут намного намного успешнее это ваша репутация фактически посмотрите также на систему мотивации какую вы делаете оценки там бейджи не всегда не работают сами по себе там нужно включать много различных моментов взаимодействия но вебинар у нас по этой теме был тоже если динар может она скинуть ссылку можете посмотреть там мы рассматривали тоже немного геймификация и мотивация это большие темы их можно рассматривать там целый курс также но какое-то общее понимание возможно у вас будет вот я делаю систему мотивации в виде но сначала баллов потом они куда-то приводят там в рейтинге там еще во что-то и ну вообще в самый интерес по обучению да спасибо большое так про это не могу много рассказывать времени к сожалению нас нет и мне картинки тут все переставили там геймификация это когда вы внедряете геймификационные какие-то моменты в процесс обучения и в процесс организации того как они будут соревноваться друг с другом либо кооперироваться друг с другом грубо говоря мы ставим баллы даем медали дипломы и так далее но они работают немножко по другим механикам но но работают работают на всех вот что еще хочу заметить спасибо она здорово ну то есть вы понимаете сейчас о чем я говорю следующий момент на котором надо так кратко остановиться это дисциплина самом начале занятий когда вы их начинаете но я думаю что это скорее всего с детьми со взрослыми там немножко другой момент но со всеми нужно точно обсудить правила те или иные да как вы занимаетесь что делать с пропусками если вы не обговорите эти правила в начале то потом будете с каждым именно иметь проблемные кейсы которые вам совершенно вашим нервам не нужны со взрослыми это может быть то что как там как быть с пропусками занятий что в этом случае делать что нельзя отменить и за пять минут до урока но какие такие простые правила до родителями договариваюсь например что если вы пропускаете по болезни по любой причине в этом в таиланде что угодно у них может быть как правило их много же да и у каждого что-нибудь когда-нибудь будет мы договариваемся о том что будет запись занятий и по ней ребенок повторит за нами ну не такая может быть продуктивность будет но тем не менее это не будет выпадение из темы это важно и по оплате важно и по и по темам для меня важно чтобы он потом не проходил с белого листа и не портил мне весь ход урока понимаете да это тяжело простраивать я простраиваюсь сразу все на группу и мы движемся довольно быстро и интенсивно именно такой режим нам дает не запинаться нигде не спотыкаться не не стопориться постоянно вот так если они у вас там пропускают занятие то может единственное возникнуть вопрос о том что там они недовольны результатом допустим у меня мальчик уезжал сейчас в лагерь пять занятий он пропустил пришел вот такой пушистый весь и конечно я сразу обговариваю но маме говорилось изначально что здесь у вас может быть провал вы готовы если готовы то потом чтобы не было ко мне претензий что мы не так как-то чего-то не доучили вот это как пример так вопросов нет что рекомендую обсудить до что рекомендую обсудить в правилах это правило прихода на урок опоздание так далее всякие чтобы они предупреждали чтобы они но даже понимаете если они опаздывают на одну две минуты у меня онлайн все равно урок уже меняет ход потому что разминутка меняется в начале помните я говорила про пяти минутку до урока да что она должна быть чтобы они выговорились и потом на уроке не начинали вам рассказывать про свои не знаю там синяки например и так далее вот дальше правила и формат выполнения сдачи домашних заданий обговорите сроки иначе будете круглосуточно жить в проверке необходимый инвентарь это количество чего нужно тетради какие учебники что собой на ручки карандаши чтобы опять они не начинали во время урока понимаете вот это все я пошел куда-то и так далее форму проверки домашних заданий как вы будете проверять и давать обратную связь необходимая программа что очень важно для этого я даже собираюсь с детьми отдельно на встрече с родителями мы устанавливаем все вместе там решаем уже технические вопросы крайне нервное занятие но без этого никуда вот там кризли ты все 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 программы там где там google класс не google класс так что дальше платформу или место где я говорю вот здесь вы можете смотреть результаты вашего обучения кому интересно будет смотреть кому не интересно там потеряет эту ссылочку дальше источники кладу где могут взять материалы аудио видео там копии книжки потому что они ее съели там еще что-то вот все это даю чтобы они вас не дергали меня не дергали течение учебного года вот но и правило конечно на уроке нужно обговорить смотря что вы корректируете там кого-то дисциплина страдает у кого-то активность страдает но то есть мне нужно мотивировать на активности у всех разные вещи вот здесь можно решать все я решаю с помощью вот этих баллов геймификации так далее когда эти правила и процедуры известны самого начала они их могут придерживаться а если не придерживаются то понимать хотя бы какие последствия будут если их не соблюдать и да я еще раз повторюсь что я ее в нашу систему ну условно геймификации разболовки там за поведение есть за активность за работу в группе за уважение там взаимное уважение к участникам плохие высказывания мы убираем потому что провожу беседу и так далее но баллы за это все равно ставлю коррекция нужна вот так ну и успеем не успеем быстренько давайте примеры деятельности на уроке не знаю интересно вам или нет какие активности мы можем использовать для для активного обучения в группе сейчас я список вам так вот просто список снежный ком записывайте снежный ком можно в разном в разные интерпретации делать но можно сделать 248 например до 248 на когда обсуждаете сначала они обсуждают какой-то вопрос в парах потом они объединяются в четверках потом в восьмерках я не знаю какие у вас класс по величине это когда вы даете утверждение не знаю все что угодно пословицу вопрос проблему и вот они обсуждают сначала так 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 потом возвращаются с мнением уже от группы выбирают себе спикера брейншторм или шторм идей когда вы даете фразу или категории например там не знаю плюсы минусы какие-то они пишут все в документ одновременно для этого есть google доки для меня даже третий клашки там работает все пишут а потом уже вы видите общую картину они выходят объясняют обсуждают это класса можно голосовать можно рейтинг идей выставлять их как-то двигать туда-сюда и выяснять то есть вы занимаетесь не оценка каждого учащегося в частности да вы на них не сконцентрированы они решают общую проблему и там уже вступает как инструмент язык следующая презентация когда дается тема презентации проводите естественно ну как обычно на уроке предварительная работа с лексикой там с самими идеями с проблемами с обсуждениями с примерами презентации обязательно а дома они уже индивидуально или в группах можно уроки то же самое сделать готовить саму презентацию презентации на не знакомы по проектной деятельности вообще в школе в принципе да следующий момент можно дебаты развернуть какие-то да за за против там утверждение вы даете можете даже роли раздавать или гемифицированно назначать да что вы будете поддерживать эту точку зрения даже если они и не не поддержит а вы будете против вам нужно то есть это этот навык очень пригодится потом ну вы знаете в экзаменационных заданиях да они готовят аргументы они дай вы даете им функциональный язык и вот дебаты таким образом проводятся они тренируются дальше мини-проекты ну это сходно с презентациями тоже можно абсолютно любой проект уже говорили тоже позавчера по моему дать там и животные космос но все что угодно только на языке и они презентуют обсуждают дает обратную связь и может быть даже учиться ее давать дальше можно дать задание на основе какого-то ресурса это можно проводить индивидуально можно можно на не на на группу можно на несколько групп когда вы даете материал каждой группе там часть текста аудио темы и прочее и ее группа прорабатывает читает систематизирует материал там категоризирует анализирует находит основную мысль вот все что вам нужно составляет краткий пересказ готовят презентацию вот пожалуйста готовый продукт не каждая группа презентует свою часть и потом в эти части объединяете воедино у вас получается огромный прекрасный проект если нужна как это большая работа и потом ее можно где-то выставить что эта работа целым классом хотя они работали в мини-группах но тем не менее серьезный проект получится вот можно даже ну дать задание найти информацию самостоятельно по заданным темам да можно по карте работать как я уже говорил например разные места описывать на ролевую игру наверное все знают тут особо рассказывать наверно не буду это на основе диалога разговора пьесы рассказа вот тоже позавчера рассказывала уже как работать летом симуляции когда вы разыгрываете какие-то вещи например можете ну легкая самая-то игра телеигра вот my job все знают так когда мы задаем вопросы и угадываем какая же была профессия то есть фактически симуляция этого телешоу так дальше взаимное оценивание о которой мы говорили также можно проводить для устных работ для письменных работ с письменным или устным фидбэком как угодно есть даже сервисы войс срайт куда вы публикуете что-то например свое видео и в этом видео можно триггеры поставить и положить устные или письменные комментарии туда тоже очень удобно как вариант так квизы ну квизы опросы все и так наверное понятно викторины всякие занимательные опросники знаете такие не серьезные а более веселые но мы наверное с этим работаем и вы знаете а квизы сами можно достать везде такие что-то ел утром что-то ешь обычно легкие я имею ввиду по типу вопрос можете составлять кроссворды да и они могут составлять и вы что еще игры ну в игры играть понятно интересно всегда единственное что рекомендую не индивидуальное соперничество а групповое какое-то так у вас не возникнет никаких слез можете делать музыкальную паузу для того чтобы переключить внимание мы с песнями например работали так мы учили в течение года какие-то песни а в конце года выставляли рейтинг кому какие песни больше нравятся и так далее но еще один метод вам предложу все уже убегают это метод шляп я его прямо обожаю потому что он дает большое поле для творчества и вообще использование на разных абсолютно материалах он хорош для развития навыков анализа синтеза материала критического мышления чтения аудирования вот всего что угодно что хотите там идея в том что есть разные шляпы разных цветов и вы можете их раздавать либо командам либо детям в зависимости от цвета шляпы если интересно можете почитать курс мы скоро наверное тоже будем готовить мини курс такой довольно интересная вещь вот и они уже высказываются в зависимости от типа шляпы например либо только фактическую информацию видят или говорят либо только либо вопросы задают фактически по тексту либо критикуют либо находят там какую-то эмоциональную составляющую и так далее вот значит это были примеры деятельности и дальше у нас да мы с вами сегодня говорили абсолютно о разных вещах о многих и теперь вы можете выбрать для себя куда вам развиваться что вам еще нужно почитать что вам интересно пишите пожалуйста вы можете зарегистрироваться в моих сетях онлайн тичер трейнер у меня есть сети в инстаграме фейсбуке и в вконтакте любую выбирайте онлайн тичер трейнер одно слово подписывайтесь там можете под постом прямо комментарии какие-то писать что интересно вам может быть у вас какие-то вопросы еще будут вот вот на что нам нужно обращать так в общем до внимание когда мы работаем с группой и до онлайн группы работают очень даже хорошо там есть даже некоторые свои преимущества хотя мы не можем бегать по комнате но зато есть другие какие-то вещи то есть мы друг друга где-то не мешаем можем также работать в парах в мини-группах это уже ничего не отменяется вот задавайте пожалуйста ваши вопросы если нужны какие-то но интересуют материалы не знаю там распечатки раздатки могу делиться в своих сетях вот единственное что там не павлодненко марина в инстаграме а онлайн тичер трейнер одно слово также наберете и меня можно будет легко найти я там доступна спасибо большое динара так вопрос давайте я посмотрю если у нас листочки варвара спрашивает я правильно поняла что работа с разными целями для студентов одной группе может быть элементом геймификации варвара поясните что вы имеете ввиду спасибо большое друзья за вашу обратную связь мне очень приятно мотивирует потому что я сижу в комнате понимаете ли и разговариваю сама собой стеснение между участниками группы нужно знаете я вот сейчас тоже прохожу но не прохожу а как бы заканчиваю обучение по геймификации скорее всего лучше всего сделать стеснение происходит потому что и стеснение и слезы и проблемы внутри группы ну такой парадокс да но нужно провести игры и работу на команды образования плюс вам нужно понять что это не дело одного там не знаю урока одного месяца группа строится довольно долго это группа когда они будут дружить поддерживать понимать и там не смеяться друг над другом там не глумиться как-то а именно помогать друг другу без всякой агрессии именно вот прям по-доброму да нужно команда образования сплочение такое сплочение команды для этого есть свои определенные приемы также и можно эти игры проводить даже на английском если уровень позволяет если не позволяет не пожалеете чуть-чуть времени на это в начале года выделить иначе у вас группа будет весь год вот так вот как на костылях бежать представляете да вы будете постоянно им там пытаться чтобы один не заплакал другой не засмеялся над кем-то третий чего-нибудь не сказал плохого нужно сразу ставить эти вещи вещи но мы как педагоги это мораль до элементарные культурные ценности так варвара имеется ввиду что если мы делим учеников внутри группы по целям то это как это можно геймифицировать там найти как что я имела ввиду геймифицировать там не совсем группа по целям как их можно то есть в группе цель как правило одна у них могут быть подводные такие цели разные то есть кому-то нужна хорошая оценка кому-то нужно нужно просто там чтобы он что-то понимал кому-то еще что-то нужно да это мы берем детские группы но фактически всем нужно научиться английскому цель то у всех одна если кому-то нужно оговорение другому письмо третьему это то у вас все равно в уроках в программе это должно быть заложено но для всех то есть ну как просто не на каждом уроке вы это делаете но внутри курса у вас все семь аспектов они должны быть покрыты да и а геймифицирую я в основном дисциплину чтобы они там не опаздывали сдавали все там тесты писали хорошо там иногда скорость корректирую на тогда когда уже я могу ее со скоростью надо быть аккуратными правильность корректирую чтобы было например меньше ошибок или чтобы было меньше русского языка или что ну вот что вам нужно подкорректировать вот это вы геймифицируете может быть варвара опять не поняла так сдается мне что я все не в ту сторону вам рассказываю напишите хорошо я вернусь к вопросу так пример материалы с написанием письма да могу показать примерно что я имею ввиду а нет наверное сейчас не покажу это нужно делиться экраном а хотя могу поделиться экраном ждать есть технически скажу вам если вы подождете 10 секунд вот сейчас я попробую режим где-то переключить надо а вот здесь вот видно ли перспективу а нет перспектив нет а вот да видно моя презентация вот допустим мы можем посмотреть на то как мы делали письмо другу это вот третий класс маленький совсем детишки вот я разбивала презентацию на то как мы учимся писать уже в третьем классе на их уровне на основе учебника family and friends 3 мы взяли текстовку которая там была до этого мы ее уже разобрали мы с ней поработали то есть чтение у нас прошло и вот у нас заготовка для письма да что мы делаем на уровне 1 условные показывают то есть если сложно то ты выбираешь уровень 1 и пишешь что ты любишь делать вот при помощи такой конструкции да и смотрим примеры как это сделано у детей помним что мы ай лайк ну грамматику мы тоже прошли i like doing вспомнили вспомнили на всякий случай виды хобби вот они из этого списка выбирают что они любят и пишут свой помните да это как бы наброски идей это я просто к егэ готовлю я знаю что проблема большая и мы поэтому начинаем с третьего класса это ощущать видно все хорошо уровень 2 те кто готов но естественно там дети да 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 но как же они же не могут признать что они не готовы поднимаемся что ты не любишь делать и описывает предложение что не люблю вот пример активности все те же самые можно вернуть к этому слайду допустим могут выбрать они опять же спрашивают что писать все нет все не надо то есть две три активности которые ты любишь одно например которую не любишь потому что мы помним что в егэ у нас как правило все что отрицательное оно у нас идет в меньшем размере но хотя можно и тоже 3 никто не воспрещает следующий уровень они связывают предложения это вы видите до самого низкого уровня элементарный скафолдинг задания дойдет i like but ну там i like это and там скейтбординг i like this but i don't like playing the guitar допустим да связывают делают уже более сложные конструкции сейчас это кажется каким-то странным тут сложности никакой нет но тем не менее для них сложно и уровень четвертый это когда мы рассказываем про кого-то раз у нас появляется кто-то у нас появляется s не забываем все и то же самое вот по той же схеме но это самый высший же уровень когда мы рассказали про себя и те кто самые вот у вас красные или отличники они идут на четвертый уровень все остальные остаются на третьем пишут 3 понимаете и дальше мы в такой чек-лист например все ли написал проверил ошибки в словах там проверил окончание s все этапы они проходят и соответственно у них получается на самом деле шикарная работа вот несмотря на то что это довольно сложное задание если этого не сделать то работа получится ну скорее всего так себе вот и они здесь у меня все написали практически вообще без ошибок все несмотря на то что это первичные введение темы сами понимаете present simple и s вот это здесь же и хобби из тут же и инговое окончание likes doing все в одну сковородку вот это что касается сейчас я минутку переключусь обратно и посмотрю еще какие вопросы задавали если ребенок маленький отвлекает а она какой возраст ребенка маленького это важно у них возрастная психология еще есть я пока жду ответа следующий вопрос какие он к используйте при работе с детьми 6 7 лет вы знаете я вообще педагог была взрослой до каких-то пор но у меня так скажем вынужден я своим сыном занимаюсь занимаюсь с ними с 8 лет вот 6 7 летки они требуют других пособий можно знаете как сделать если вы напишите мне вот ну подпишитесь на сети и в комментарии там напишите что вам нужны ну чтобы я вам прислала знаете что список литературы у меня есть где мы делали анализ вообще у меня вот подруга занимается по смарту по моему по смарту вот я бы вам прислал просто список пособий на разные возраста и вы посмотрели какое пособие на что ориентируется потому что ну вот я не знаю с детьми как сложнее там не только возраст имеет значение даже не столько возраст сколько зрелость у меня один мальчик писал в 9 лет в 10 лет сейчас в 10 лет сочинение собственное о глобальном потеплении вы не поверите и была девочка другая которая в 13 лет только могла играть вот во всякие веселые игры не очень содержательного образовательного характера вот дети очень разные и 6 7 летки тоже вот прям очень сильно разные у них зависит все от родителей как они подходят к образовательным процессам да вот мне пишут что слышали об этом топике во время той фу а при чем тут той фу может быть ты сол может быть а может быть подготовку но может быть до той фу а learning ну даже не learning сейчас strategies а learner strategies and techniques да вот и да там вот 23 буду делать правда опять голопом по европам но хотя бы чтобы было понятно что что это с чем это едят но без них совсем не успешные люди не успешно люди обучаются если вы их не научите вот я допустим там как работать с словарем вот третий класс учу уже а что делать так значит был мальчик который в три года умел читать и строить простые диалоги видите прекрасно значит ним правильно занимались но маленькие три года это совсем там другая методика ребенок второй класс знает present символ контейнс речи забывает конечно забывает как вы думаете знает это опять же что такое знает он у вас что пишет упражнения хорошо вот у нас например есть rainbow english есть такой сборник упражнений ну вот там нужно например сделать задание вот такого типа задание пишется там не знаю какое-то предложение и вот вставьте из или а да все знают такие типы упражнений насколько это упражнение ну где она вообще стоит то есть это знает если он его заполнил правильно это значит он знает употребление из или а или или нет ну угадать это допустим но он заполнил правильно но что это значит это значит ли это что он знает из и а и вообще что это такое конечно они в чем проблема во школьного образования есть то что они могут только вставить то что написано в задании и могут вот как в школе моего сына учили если ты видишь и то ты ставишь из а если ты видишь там и то есть ты ты ставишь а все понимаете это это совершенно оторванная от языка задача в принципе они не понимают что такое из а это первый глобальный вопрос во вторых что если появляется там например he а там другой глагол need to be то это вообще как ну это опять космос да то есть им непонятно что что это такое с чем его едят а вообще что это за глагол у нас в русском мы не ставим такого да а если надо отрицание а если надо вопросительную форму то есть они учат только в пределах вот этого упражнения это не значит что ребенок может ее употреблять и может эта конструкция владеть там там тем же present simple continuous конечно делает ошибки нужно скорее всего введение в тему было сделано не совсем ну или например грамматика переводным методом или как вот мы любим не мы а многие преподаватели любят вводить правила до пришли рассказали правила и пошли делать упражнения вот я о чем говорила планирование урока и вообще как как преподавать почему нужно вводить в дискурс изначально потому что они не понимают что это зачем это им нужно и они не вникают в детали поэтому конечно путается но они еще будут это нормально они будут путаться но если все введено было правильно будут еще путаться пару раз я всегда наоборот рассказываю своим что вы не пугайтесь вы сейчас на уроке все поняли идете домой запутываетесь полностью потому что скорее всего там часть какая-то будет совершенно непонятно приходится на урок мы еще раз проговариваем распутываемся идете вам уже меньше непонятного домой да дальше и так происходит итерации несколько уроков то же самое будет происходить вы понимаете цикличность вот это вот между уровнями да то есть они в этом году прошли он маленький совсем второй класс прошли на следующем опять уложилась еще на следующем уложилась понимаете это же все слоями трамбуется вниз так не бывает что если бы они все present simple continuous выучили по программе как им надо в третьем классе и больше никогда к этому не возвращались и все бы употребляли все правильно было бы прекрасно но я вот четко вижу 11 класс егэ и там никаких с никаких это все путают все перемешивают не возникает щелчка что нужно употребить эту конструкцию вот в чем проблема самая большая так не факт что знает полностью да не факт на продакшен а вот на продакшен надо выводить только тогда когда как-то более-менее сейчас неправильно скажу в уроке естественно продакшен мы выводим но на активный продакшен смотрите чтобы у вас короче говоря ошибка не фасилизировалась потому что фасилизированную будет удалить прям невероятно сложно поэтому я вот когда работаю с 11 10 классом это уже прям настолько тяжело у них вот это вот отсутствие сигнала да когда нужно что употребить настолько она железно уже железобетонно сидит в них что вот надо я поэтому начала учить их с маленьких уже мы готовимся к егэ чтобы у них такого такой щелчок происходил с детства иначе все потом тяжело так похожа проблема в детстве учительница дала несколько предложений прописать прописать здесь писала пол тетради но после этого стала до механика тоже то есть каким-то студентам вообще нужно все канал ну как мы сегодня тоже посмотрели все каналы задействовать да и устные и письменные устные почему потому что именно так у них будет быстро устная реакция скорость а если письменная то вот это правильность и контроль руки у них тоже должен происходить большое количество повторений важно но не совсем механических то есть вы когда простраиваете да сам курс как они это будут укладывать сначала идут упражнения механические но условно вставь из или а а потом уже более сложные когда они будут дифференцировать вообще из а или вообще что-то другое это вообще глагол тебе или что это да на дифференциацию и потом уже перемешивание постепенное с другими временами там глаголами и конструкциями скучнейшие упражнения можно превращать веселые как вы помните то есть они делают вы меняете меняйте быстренько динамику они делают скучнейшие упражнения внутри нескучнейших тогда они даже не заметят этого то есть упражнение не должно быть целый час вы делаете эти упражнения вы между ними обсуждайте что-то говорите а как для тебя это там true false условно да а ты так делаешь и все и тут же переключение потом следующее предложение понимаете тогда у вас очень не знаю обычно наоборот говорят вот не заметили там как урок прошел так да конечно 7 9 класс удивляется опять тебе опять тебе но в другой форме понимаете вот как мы работаем например л.м. но стартер л.м. и print и медиа ты тут же по грамматике очень плотно да вы вы знаете если возьмите например они лишь файл я его люблю учебник в новом издании а в интернете опять начинается грамматика потому что ну там вообще-то упор уже идет на слова резко переключается пополняется словарный запас но грамматика это все равно остается но в другом разрезе например смотрите мы берем три времени уже там past simple past continuous и past perfect и объединяем их в одну тему понимаете и получается что мы там даем сначала в континьюсе как история начинается но environment так скажем да что они делали вот то вот вот вдруг случилось то то а оказывается до этого случилось еще то то поэтому мы видим такой результат понимаете уже работают они по-другому в другой связке это грамматик даже глагол to be да вот елен совершенно согласна с вами что они удивляются что опять запутались формах там где казалось бы они уже должны все знать а людмила в третьем классе не поняла уже что в третьем классе хорошо вопросов я больше не вижу по каким программам и на вы знаете я вам рекомендую так я скоро буду у меня и горшники закончится 20 или они все в этом году сдадут наконец-то уже и я начну наверное посты про то вообще как егэ откуда это все вам сначала надо познакомиться с форматом совсем это довольно непростая вещь казалось бы все понятно что там такое задание такое такое но вот в самой вот я находила обучение для экспертов егэ очень много разных нюансов понятно что ну изначально идея такая учите языку все там никаких таких новостей каких-то нет там лайфхаков что вы там напишите вот это и вам будет сразу пять нет ребенок должен знать язык потом уже форматные части они просто корректируют на его скажем поведение но в письменные устной речи в рамках чтобы они уложились но так как это проверяется на всю страну машиной и там и письменные части проверяются по определенным критериям вот как читать эти критерии вот наверное вот это самая сложная вещь которую вам нужно выучить а по каким пособиям ну как мне есть какие-то особенности дай бог вы успеете все разобрать за целый год этих особенностей остальное все язык если у ребенка нет языка значит вы понимаете это за счет скажем других каких-то параметров то есть вы там выучите шаблон что теперь делать по шаблону главное чтобы он не забыл там ничего в шаблоне и и вместо но между фразами которые там нужно дать в начале в конце он мог сам что-то спродуцировать в правильных временах в правильных с правильными словами вот отмена егэ да я вчера тоже почитала но опять же она останется она в английском и так сейчас не обязательно вы же понимаете да обязательные русские и вот обязательно как математику кому какие опять же они будут скорее всего убраны я так вчера тоже подумала подумала но и да и для вступления вступительные будут экзамены как вариант да но с другой стороны я я честно говоря не знаю возможно мы опять придем к тому что у нас будет коррумпированная система образования просто за счет того что кто-то кому-то нравится кто-то кому-то не нравится и это все равно система какая-то единая без всяких предвзятости до оценки нейтральная оценка языка и у нас в английском то тестирование хорошая между прочим я не знаю как там других предметах говорят что там нарекания а в английском она так по подобию скажем британских сертификаций поэтому я не вижу здесь смысла что-то меня тем более столько было ресурсов потрачено на обучение но я вам не могу сказать что этого не будет все может быть еще в свете того что у нас происходит 22 обещали сделать и на обещали же сделать они обещали в двадцатом сделать потом убрали сделали егэ обязательно потом ну егэ в связи с пандемией просто ушел ой о гс вот егэ собирались в двадцать втором собирались вот в любом случае я согласна елена что мы какая нам разница учите правильный языку и тогда как ну уже без разницы быть какой экзамен создавать по сути на просто формата чуть-чуть меняются критерии оценки меняются а суть одна и та же можете вы выразить мысли свои на английском или нет вопросов я больше не вижу мы уже с вами очень долго задержали спасибо вам за вопросы огромное мне интересно на них отвечать дальше буду отвечать в личных сетях пожалуйста онлайн течет трейнер подписывайтесь ставьте там лайки комментарии прям очень люблю смотреть что вы пишете все до новых встреч хорошего всем дня до всем успехов удачи сейчас время такое всем нужно до свидания